Очень важное и, ну, такое роковое событие во Флориде, в гольф-клубе, покушение на Дональда Трампа, новое покушение, опять к него стреляли, автомат Калашникова с оптическим, или как лазерным, оптическим прицелом. В общем, достаточно важное событие ввиду очень многих обстоятельств. Понятно, что там Илон Маск написал сразу, что вот в Камалу не стреляют почему-то в ответ какому-то пользователю своей соцсети. Но суть-то в другом. Решающие дни сейчас. Зеленский везет план, говорит в интервью, я покажу его Байдену, я покажу его Камале, Трампу покажу. Трамп вообще говорил, что нужно усиливать Украину. Но тут же примечательно, что стрелявший Трампа, или покушавшийся на его жизнь в этом гольф-клубе, он же такой отчаянный сторонник Украины. Вербовал солдат-наемников на войну в Украине, за Украину, донаты собирал, был даже в Украине. И вот тут начинается самая главная интрига. Вообще событие такое, да, это прям какая-то охота на Трампа. А отношение к происходящему в нашей стране, какие мысли у вас по этому поводу? Не кажется ли вам, что это какой-то момент истины, политический, так точно? Смотрите, ну очень хотелось, очень хотелось, чтобы это все-таки оказался городской сумасшедшим. Но по ходу, по ходу, это если и сумасшедший, то с определенным уклоном его сумасшедствию давали почву, давали возможность развиваться, подталкивали, ну и тому подобное. Я скажу так, очевидно, что несмотря на плюс-минус успешные дебаты Кабалы, шансов на победу у представителя демократов очень мало. Почему? Потому что Камала ассоциируется с администрацией Байдена. Администрация Байдена вот здесь сидит американцам. Я честно скажу, что все мыслящие соотечественники наши, украинцы, они понимают, что правление демократов, начиная от Обама, заканчивая Байденом, дальше ничего хорошего Украине не принесло. Связано ли покушение с украинским вопросом, ну, как говорят в Соединенных Штатах? Я не могу этого утверждать, ни да, ни нет, по причине того, что довольно мало мы скудные обрывки имеем от ФБР. Но могу сказать точно, что происходящее в нашей стране все равно его выталкивают с американской политики и говорят, мы будем заниматься своими внутренними вопросами, Александр. А мы его туда запихиваем, мы достаиваем, ну и затаскивают демократы, соответственно. Я не исключаю вариант, что покушение, второе покушение на Трампа связано с его политической деятельностью. Все остальное должны ответить следственные органы. У нас в Украине появились версии, начиная от того, что я бы такого русского агента нашел, ну, как тот, что стрелял. Максим Бужанский написал об этом, заканчивая тем, что это чуть ли не спецслужбы Украины покушались на Трампа. Я думаю, что истина посреди нет. Я думаю, что российские спецслужбы к этому не имеют никакого отношения. И также, думаю, и украинские спецслужбы к этому не уверены, не имеют никакого отношения. Но почва происходящего в нашей стране, вот этого насилия, вот этого брака, вот этих сломанных судеб, вот этих психологических вещей, она добралась до Америки. Это что до Америки, вы знаете, у нас же в Украине происходящее, вот, я родом с небольшого городка Лубны на Полтавщине. За там последние несколько дней то горло себе человек сам перерезал, на психологическом, то граната полетела, то еще что-то. А сколько людей сходят с реек, как говорится, да, начинают нести откровенную чушь, начинают травить детей там, женщин, ну и тому подобное. То есть атмосфера в стране, и, как мы видим, она выплеснулась. Выплеснулась и долетела от туда, до Техаса, да. Ну, где-то так я мог бы это прокомментировать по состоянию на сегодня, по тем данным с открытых источников, которыми мы с вами, Александр, располагаем. Ну, смотрите, я хотел бы все-таки политический тоже комментарий получить, исключительно в контексте визита Зеленского, да, в Америку и представления своего мирного плана, плана победы. Пишет Зеленский, что он рад узнать, что Дональд Трамп в безопасности не пострадал. Лучшее пожелание ему и его семье. Хорошо, что подозреваемого в попытке покушения быстро задержали. Наш принцип, верховенство, право превыше всего, и политическому насилию нет места нигде в мире. Искренне надеемся, что все будут в безопасности, пишет президент Украины. Что скажете? Ну, смотрите, первое. Начнем давайте с плана. Никто, никакой план, никакие зеленые, никто, не имеет права ввести на согласование за границу, не согласовав его с собственным народом. Мне сказали, ну, не референдум же проводить. Ну, существует в законодательстве такое понятие, как общественное обсуждение, да. Более того, у нас же народовластие осуществляется двумя формами. Первая – это промая, то есть референдум или обсуждение, да. И вторая – это делизированные права парламенту. Но на парламент вложили болт вот такой, не несут туда не то, что плана вообще, и рассказывают, он секретный. От кого? От украинского народа он секретный. Литвин, да, сказал? Выходит, что от Байдена, Трампа, Камавы он не секретный, а от украинского народа секретный. Ну, там Билд что-то понаписывал, я почитал, честно говоря, выглядит, ну, чуть нахиденье. Ну, похоже. Почему? Ну, смотрите, Билд четко написал со всеми стрелочками до 24 февраля 22 года, как будут проходить российские войска. Так что, знаете, всегда есть определенная скидка на внезапность. Смотрите, я аж не о том. Я о том, что изложил Битт. Во-первых, он говорит, заморозка и разрешение на удар по глубине Российской Федерации. У меня как-то слабо эти две вещи между собой связаны. Заморозка, то есть остановка боевых действий, и удары в глубину России. Ну, кому-то сказать подумают, ну, это какое-то раздвоение, понимаете? Ну, это несовместимые, ну, как бы вещи. Это ра. Второе, Александр. А про заморозку с кем-то говорили? Да. В Кремля спросили. Кремль сейчас в супервыгодной ситуации военной для себя. Ну, с какого ему идти договариваться? Нам рассказывают, у Кремля будут проблемы. Слава Богу, хоть Буданов мне сказал, что они завтра будут, а сказал, что через несколько лет, через несколько лет действительно может умереть и ишак, и подышать, и что угодно случится. Ну, понимаете, да? А когда некоторые эксперты говорят, через два месяца, через три, через пять, ребята, откуда вы это взяли? Вы в Кремль звонили, с вами РНБО российское, ну, советуются. Откуда информация? Вот так само заморозка. Заморозка – это желание двух воюющих сторон прекратить огонь и остановиться на той линии, на которой они находятся. Россияне имеют успех на Донбассе. Сегодня утром, к сожалению, открываю паблик, смотрю, опять продвижение в районе пяти населенных пунктов. Мы не развиваем успех, кроме информационного, на курском там рейде, на курском направлении. Уже опробовали все версии, какие только возможно, а зачем же этот рейд нужен был. Кроме пиара ничего не нашли, запустили шняву. Мы там уволокли тактическое ядерное оружие. Ну, вообще анекдот. Я когда, ну, если бы там не сказал кто-то, знаете, там с улицы, а это там разговоры идут в политических кругах, это коллеги, понимаете? Ну, то есть я на них смотрю, говорю, ребят, ну, вы ведетесь на очередную шнягу, которую придумали на Банковой. Притом придумал даже не подаляк, ну, и не Литвин, а какой-то там Рома Кровец. Ну, вы понимаете, вообще какой-то. Вот он, хотите, расфишу вас и зрителей. Открываю телеграмму канал «Дзор». И смотрю, пишет, благодаря консулу Украины в Румынии Николаю Иудянскому у нас есть еще один патриот. А внизу, это Кровец же ведет, это, Тарома Джокер, а внизу репостит Ермака. Дякуем за патриот. Кому дякуем? Ну, Иудянскому же выходит дякуем. Я, ну, во-первых, этот Иудянский, криптомошенник, это все на свете знают, уголовные дела, все. Ну, а во-вторых, я открываю, а он вообще-то консул в Румынии, в Украине, почетный, купил там за банки, титул себе купил и все. Понимаете? И вот это вот, вот такой межпуха, кормят наших людей. В том числе и вот по Курскому наступлению. А про цель, как ты начинаешь, ну, задавать вопросы. Какая цель? Начинаются, как говорится, путаться в показаниях. То была цель оттянуть войска с Донбасса, то добрать побольше пленных, обменять, то Курскую АЭС захватить, то на Курск наступать, правда, мосты перебили, то будем держать до последнего, пока Путин за стол переговоров не сядет. Вообще хрен под нашачок. Коротко о Курской АЭС. Я на прошлой неделе работал в Вене, в МАТЭ. И имел там ряд встреч. И утверждал, что никто не дал бы возможности атаковать Курскую АЭС вооруженным силам Украины. Это позиция как американцев, так и англичан, французам. И, ну, я уже про Россию, понимаете, да, молчу. Я им задаю вопрос. А Запорожскую АЭС почему дали атаковать? А мне в ответ говорят, Игорь Владимирович, а ваши сдали Запорожскую АЭС? Боев за нее не было. Если бы там хоть были плюс-минус прилеты, прилетели бы в Россию, делегации, и, ну, весь мир бы был, это самое. А их туда упустили. И что вы типа теперь хотите нам сказать, как говорят в нашей Одессе маме? Я посмотрел, говорю, ну, извините.